Девушки отдыхают 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 Какой рабчик! Моя игра, моя игра, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра! Здесь правила одни и цель одна Да, моя игра, моя игра Она мне при нас не живет, и так не живет, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Улицы несут, смеет ревочек Разочарование, минуты страха, минуты отчаяния Люди, люди сходят, сходят с ума Но кто-то скажет, равнодушно, такова судьба Кто-то, играя в игру, добавляет правила Ты поздно понимаешь, что вортуна его оставила Кто-то правила игры подстраивает под себя Чтобы победителя быть в игре Да, в игры играют дяди с большими пушками Связываться с ними, это не игрушки на мушке Окажешься ты в один дек Шпун, если он глянет, останется лишь клет В игры играют дома Всем привет, дорогие друзья Кто смотрит, кто не смотрит, конечно же, тоже привет Сегодня мы с вами будем играть в Детройт А пока что мы поем Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра И цель одна Моя игра И таким же, как и я Моя игра, моя игра И цель одна И этот рэпчик такой, прям из души, который льется Типа тяу-тяу-тяу-тяу И цель одна Ага, ага Моя игра Ну ладно, давайте послушаем ее Она сама по себе Она со всеми и ни с кем Она нужна всем и не нужна никому В ее зеленых глазах легко можно прочесть Что она принадлежать никогда не сможет одному Она всегда молчит, быть может просто не плохо Ну а может быть считает, что нет смысла отвечать Но в отличие от всех Она хотя бы не врет И если ты так захочешь, то она сейчас опять ведет Еще один день, еще одна ночь, еще один год Ты так надеешься, что у нее это пройдет И кажется, что ждать осталось совсем немножко Хочется верить, но она всего лишь кошка Давайте припев Кошка Что ей снится Когда слезы на ее ресницах Когда в эту ночь опять не спится И так больно курить Одну за одной Ты все простишь утром, когда услышишь свою дверь звонок Она опять улыбнется и уяснет А я думал ты на прогулке будешь Каким-то названием Привет тебе Привет, Голдов, привет, привет Все, 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 тихо, чтобы ответить Ой, я сегодня как-то была на прогулке Пошла в магазин Я не хватало складки Вот, я пошла в магазин Когда я купила складки И как-то же хорошо на улице Кофец, просто кайфец Я же должна фальтинг проделать Весене-есенее Вот, все, опять же припев Что ей снится Когда слезы на ее ресницах Когда в эту ночь опять не спится И так больно курить Одну за одной И так больно курить И, значит, я такая Поехала в магазин Мужа слезы такая И не посмотрела на время, что все Все, там, рабочий день закончился А я и такая смотрю, все закрыто Я такая В смысле? А я, ну, по-моему, газелька Газельки поехала, понимаете? Такая, ну, блин Позвонила Ну, там в городе было У меня принес домой И, получается, погуляла 30 минут Здравствуйте Вот такая вот я сгибела Как бы не убавить, не добавить Пришла домой, поела Кстати, муж приготовил Поедет тоже, потом пришел Вот Ахренительно, ахренительно А я сегодня убирала Убирала Драила И вообще у меня голова распалилась Я вот хотела, кстати, вот Заслазнуть и пойти У тебя музыка с такой же громкостью Как и твой голос Секарный момент Спасибо, спасибо Я, у меня, например Сейчас я, когда потише сделаю Надо бы узнать, пожалуйста, на громкость Или это Офигеть, офигеть Сейчас, момент У меня-то совсем чуть-чуть орет Вообще, чуть-чуть-чуть Давай, подружайся Давай, подружайся Да, сразу Да, сразу Что-то так громко-то, а Не, ну сейчас вроде бы Прям тише, конечно Чем обычно Ну, я даже не слышу музыку Капец Ну, так, хотя бы, чтобы я тоже слышала Так Вот Значит, шокарный, конечно Насыщенный день О, да Насыщенный Я сейчас Кипец, как не люблю сидеть дома Я, когда сижу дома Просто деградация какая-то начинается Я думаю Вчера думала Выйду в стрим пораньше Я не входила в 6 дней 6 дней, ребята 6 дней Очень много там Забот Вот этих вот Всех Практику уже прохожу Так как я еще студент Вот Перемены некоторые в жизни Потому что я вот практику прохожу Я тебе приходит вставать рано И Как бы Бесплатная раб-сила Вот Ну, и еще там по Когда Бывает Головка болит И женская Вот это вот Все Не хочется Погодка хорошая Но гулять, если честно Даже не хочу Грешить на то Что не с кем Все Если просто Раскрывать эту тему И сказать Что у меня на душе Я могу Я могу Говза, тебе интересно? Вот просто Слив с моих эмоций Вот В последнее время Последние, наверное, полгода Точно Вот Теперь Даже можно Чуть громче сделать Совсем чуть-чуть О, отлично Я просто Музыку совсем не слышу Ну, сейчас я слышу Что тот играет Этот мужик поет Вот Ну, в принципе Скажу на самом деле Что происходит И происходит В последнее время Полная деградация, наверное Я слишком До хрена всего хочу Просто какой-то кошмар Я сейчас нигде не работаю Я Сом У меня вот какое-то сомнение У меня есть До хренища Идея Идея Я хочу и всех делать Но по факту Я не делаю От слова Ничего Потому что Слишком много мыслей А потом я сама Много загоняю Вот И Ненавижу убираться Потому что В последнее время Я убираюсь очень часто Чтобы просто Занять себя делом Дел много Но Хочется быть Полезный Там У тебя на практике Не обнаружилось Презентабельного МЧ Так МЧ Это молодой человек Да? Я Я хоть и Так сказать Молодежь Но я многих Словечек Не знаю Вот И У меня вот сейчас Подруга приехала С Барнаула Она вот Беременная Они вот там Год назад Поженились Все дела Вот беременные Приехали Там На отпуск Но мы с ней Тоже не видим Сюда И даже в целом Что говорится Суть в том Что У нас уже Интересы разные Я ее очень люблю И буду всегда Любить Вот Аню Но у нас Разный интерес Потому что Заботы разные Тут все понятно Я чувствую на себе Как я просто Взрослею Как все Взрослеют Как мое Окружение Взрослеет Как У меня есть еще Подруги С которым Мне не интересно Мне не интересно Обсуждать Мужиков Мне не интересно Обсуждать Девчонок А мне хочется Развития Вообще Просто И я понимаю Что все Зависит от Нашего Окружения А у меня По факту Окружения Нет Слава богу Есть Ребят Я хотя бы Сейчас Смотрю На себя Рассказываю Как будто В зеркало Смотрю И вот Смотрю Что Гобзо Ты сегодня Мне пишешь Вот Я не знаю Мне кажется Ну с возрастом Кто как С этим Сталкивается Вот И я столкнулась С этим Буквально Ну сначала Год назад Я там Выбралась Из этой ситуации Как-то морально Просто тоже Занималась Определенным Я на работу Устроилась Вот И я Подделала вид Что я что-то делала Для себя То есть Это не для кого-то Есть проблема Но я ее решаю Как знаете Что-то болит Выпей таблетку А не понимаешь От чего у тебя Болит голова Либо живот Ну с животом-то понятно И с головой тоже Скорее всего Все понятно Там Что-то не доел Не докушал Там Сладенького Либо Не допил водички Ну все же Да Либо какие-то моральные Потрясения Чего голова болит Ну Это Не будем Внедряться В медицину В общем-таки Ну и С точки зрения Как-то Психического Состояния Это тоже Тоже Сходство Есть Потому что Есть проблемы Но ее решаешь Проблем И решаешь Другими проблем Просто Делаешь вид Что ты ее решаешь И сейчас Как-то Даже Не с кем Никому Я могу Позвонить Конечно Мы общаемся Там Так же Девчонками Но Чтобы провести Время Куда-то Сходить Мне не интересно Чисто Посидеть Окей В кафешке Просто Пофе Попить Вот это Норм Норм Но Никак Не Никакие Ни клубы Ни тусовки Ни рестораны Просто Спокойные Даже Мне бы Позошло Какие-нибудь Семинары Либо Какое-то Окружение Создать И вместе Обсуждать Допустим Продвижение Какого-то Определенного Проекта То есть Кто-то Вкладывает Свои-то Знания Опыт И мы Сидим За круглым Столом И обсуждаем Это Вот это Для меня Интересно Но Блин Надо Создавать Своё Окружение Либо Внедряться В такое Окружение Где Сейчас Такое Присутствует Так МЧО Молодой Человек Достойный Припасть К твоей ноге И продолжить Тебе руку И сердце Так у меня Муж Есть У меня уже Есть Молодой Человек Это Вот Муж Вот Да Практику Сейчас Что-то У меня записывает Играет Не слышу О Что-то Красивая Группа Сентябрь Послушаем Красивую Хорошую Музыку Вот Значит Есть мнение Что женский Организм Без регулярного Секса Чахнет И проявляется Это в нервозности И болезнях Надеюсь Муж 28 Суббота Воскресенье Мы как бы Отдыхаем Прохожу Ее Политехническом Колледже Вот Мне Все нравится Все нравится Кроме работы Ну Потому что Это не оплачивается Меня У меня Просят Чтобы я Разобрала Папки Столетней давности Их там Их очень много И Они все Вразноврос Вот Это уходит Очень много Времени Ну День Точно Вот Либо Писать путевый Лисов Примерно Высок По каждой Бумажечке Обводить Важно Обводить Что написано Карандашом Обводить Ручкой А так Все устраивает Потому что Коллектив Прекраснейший Я сижу В отделе Бухгалтерии Вот И Прекрасной Женщины Прекрасной И Вообще Сам коллектив Не считая Этого отдела Так Смотрю Анализирую Очень Интересный Такой Вот Добрый Даже Сказать Я когда захожу Получается Здравствуйте Вот И Я улыбаюсь Я вот Руя Как бы Я поздоровалась Все дела Здрасте И Вшла А А А Ну сейчас Как дурочка Ну ладно Вот И мне тоже Улыбаются До этого Год назад Я проходила В администрации Там Мне никто Не улыбался Интересно Почему А А вот Проблемы Созвать Это Да Что-то Это Мы умеем Верно Верно Вот Поэтому Если сравнивать Конечно Привет Зайка Юинг Привет Привет Я тут Рассказываю О том Как у меня Прошла Неделя Вот Значит Относительно Вообще Всего Все Прекрасно На практике Мне нравится Сейчас Я пишу Отчеты Опять же Создаю себе Гос Смотреть Резеро О Бозечки Ты Моя Аксия Обожаю Тебя Как ты Не привет Ничего Всегда Резеро Ну Сорян Я не буду Смотреть Резеро Потому что Есть Определенные Ну Типа Я не хочу Смотреть То что Не хочу И типа Играть в игрушки Которые Мне Неинтересно Возможно Когда нибудь Резеро Я Посмотрел Одну серию Я такая Ну Ладно Здесь Не со своими Посмотрю Хотя Я не помню Там Были Какие То Плохие Случа Лучше Которые Детям Не показывают Сколько Вам Лет Мне Хотел Скать 22 Мне 22 Годика От Тиссе Пожалуйста Не Обижайся Резеро Обязательно Когда нибудь Посмотрю Посмотрела Одну Серию У меня Не Очень Зашло Поэтому Без Обид Молодуха Почему Мне Когда Задают Вопрос Сколько Мне Лет Я Правда Хочу Сказать 20 Потому Что Мне Кажется Я Влюбалась Все Свои Два Года И Куда Не Делись Мне Всегда 20 И Хочешь Пошалить О Господи И Так Шалю Шалю Но Оно Трогательное Поэтому Советую Если Захочешь Погрустить Актищеп И правда Столько Много В последнее Время Грущила Что Лучше Не Нагнетать Вот А Вот Кстати Да По Секс Телефон Любишь Обожаю Просто Звони Сейчас Поговорим Вот Кстати Да Что Хотел Сказать Надо Написать Отчет По Поводу Прохождения Практики Вот Прошла У меня Есть Якобы Неделя Чтобы Написать Отчет А Мне Тут Скучно Я Так Пишу Своим Ребятам Одногруппникам Говорю Ребят Сижу Дома Нихера Не делаю Не работаю Поэтому Кидайте Кому Кому Нужно Сделать Отчет Сделаю Вот Сейчас Сейчас Я Делаю Отчеты Двум Мальчикам Хотя Как Курсовая Либо Ну Наверное Как Курсач То есть Я Работала Уже Я Сама Всегда Делаю Эти Практики Курсовые Однажды Заказывала Ну Потому что У меня Прям Времени Не хватало Не хватало Вот Еще Я Слишком Много Говорю Вот Так Зачем Грустить На улице Весна Отличная Погода Шикарное Здоровье Невероятное Теплое Солнце Верно Верно Год Гоза Че же Вас Всех Грустить Татяня А ну Как То Само Я Стараюсь Выбиваться Из этой Грусти Грусти Создавать Себе Дела Проблемы Типа Проблемы Дела Вот Поэтому Не Все нормально Грустила я В ноябре Уважаешь Фудфет Гистистов Это что-то На китайском Обожаю роллы Если ты про них Вообще Да Я обожаю Это наверное Что-то Из разрядов Там Калифорнии Да Фудфет Как тупо Говорить Фудфет 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 Обожаю Я говорю Что-то Из ролла Я всегда люблю Кому Кому Да Каких-то Определенных Ситуаций А в целом Если так Рассматривать Просто есть Взросление Как я уже Сказала Осознавание Того Что Я не хочу Общаться С моим Кругом Общения Мне Он неинтересен Поэтому я Всегда говорю Девке Без обид Я сегодня С вами Как бы Тусить Не пойду Могла бы Не грустить В этот день Точнее Точнее Заниматься Бисероплетением В стреме Посидеть Еще что-то Но Суть в том Что Могла бы Потусить Но Какие эмоции От этого Получу Ну я потанцевала Все Но мне Это не хочется Делать И просто Осознаю Что у меня Никакого К этому Интересу Я сделаю Лучше Что-то Интересные Дома И все И по сути Особо Ни с кем Не общаюсь Сейчас Что у меня там Перемотка Группа Перемотка Давайте Послушаем Татунь Так Когда был Первый секс В 18 лет У меня У меня Стояла цель Сейчас Подожди Из-за всего Это те Кто Впихивает В себя Неморное Количество Немоверное Количество Ты Че Такие Вопросы Нет Хорошие Такие Вопросы Задавать Вообще Не люблю Я Такие Вопросы Я сюда Отвечаю Чест Знакома Ой Вот А конечно По отношениям Я всегда Относилась Прям Я Согидну Про отношения Также Мы все Взрослые люди Так что Также Про секс Мне В детстве Всегда Говорили У меня Прекрасное Воспитание Возьмем Возьмем Это Да То Что Я Кстати Самая Старшая Самая Старшая Ребенка Мои Родители Они Довольно Такие Молодые По 40 Лет Вот 42 Папе Маме 41 И Они Вместе Там С 14 Лет И Я всегда Хотела Так же Чтобы Они Дружили Вместе В одной Деревне В казахи Вот И там Дружили Общались С семьями И нет Чего-то Не слышу музыку Такие вопросы Нужно не задавать А экспериментировать Ну вот Пускай этот Йоинг И экспериментирует Значит Прекрасное Воспитание Потому что Я старшая Была На мне Было Очень много Ответственности У меня Два брата Потом появились Одного из них Я старше На 3,5 Года А другого На 12 И В мои 12 лет Я его Вот так вот Вот так вот Нячила Носила Водила Везде И Сейчас Конечно Очень редко Ля Сука Телку Поправь Да не могу Да Вообще Не до нее Или Или мне Поправить Поправь Давай Поправь Давай Сейчас Адрес Кину Улица Пушкина Дома Только Латуш И Кстати По поводу Номер 8 800 555 3535 Проще Позвонить Сейчас Били меня С толку Все Давайте Тогда Что уж Там Играть Вопросы Такие Сдаете Не Верь Не Бой С И Не Проси За Такой Адрес Что-то Все Вересенцы Собрались Ребята Давайте Ладно Уже Играть Что-то Не хотите Вы Чтобы Я Слишком Много Разговаривала Вообще Триндец Какой-то Так Делал Себя Поменьше Сегодня Играем В Детройт Играем говоришь а давай поиграем в разорителей пещер ну давай поиграем скажи какие правила итак мы продолжаем играть в детройт ну-ка расскажи о чем данная игра игру я только начала проходить значит здесь у меня три персонажа 5 ноября 2038 год мы в процессе игры конечно же все я вам расскажу и поймем играем мы за детройтов это роботы эта девочка это робот это роботы надо следить за сюжетом за что не говорят роботы в теле людей то есть ужин готов сама история будет рассказываться мы играем за роботов вот я если говорить про эту девочку то мы как служанки надо подать и еду давно не играл давно не играл а вы где-то надо о взяли так и на народ вообще потерял литературный слог сейчас по я читаю глубину восприятия мира и изысканность метрофорических образ образов вот это ты да я с тобой вообще полностью согласна так как не к нему пройти-то мы и продуктов было немного сделала что могла паста так куда мы катимся хунингши книжный червь суш так а ну-ка народ потише будьте вы что там как плохо себя ведете темы откройте ни хера не видно тут еще орет вы чего вообще все издеваетесь алло включить свет быстро так подать чужин обслужить алису это да значит салфетка алисе вот ведь жизнь предлагаю нам ребята вести себя более культурно сделал когда никому стало вести хозяй и уважать пожалуйста друг друга это ваш шел и робота сраного купил оборжаться это все разговаривает так ждать дальнейшем конечно андроиды ведь такие удобные они не достают они хернёй не страдают да хватит метаться туда-сюда затолпала уже покой он злой чё вылупилась спрашиваю не нравится жить с папкой естественно нет вообще никак нет а ты думаешь мне просто ты думаешь мне нравится жить в этой грёбаной дыре и я виноват что мать твоя свалила а он еще и наркоман теперь мы узнаем что он наркоман утрала не сказав не сломать спуталась с каким-то недоноском пуха это ты виновата папочка это ты виновата охренеть пошив тащим ему ты чё офигел стоять здесь чтоб не рыбалась мне а там ломлю посильнее чем в тот раз какая же тварь ребята просто потом у девочки понимаем что это игра но семьи таки на самом деле существует и даже даже сейчас бывает и похлеще но триндец очень жалко детей так так ребята еще раз говорю давайте мы будем друг другу вежливы никого не будем короче короче еще раз значит каждому другу каждому человеку мы будем относиться вежливо независимо от того что он говорит это его дело но возможно на что-то мы не будем обращать внимание пожалуйста так добра с вами не пересекаться расти так вот так хорошо давайте поговорим мать вашу мать если что не трогаю это я так слову так игруха игруха охренительная с офигительным сюжетом с интересным но меня немножечко сейчас катя за рамсы там за вилкой в глаз либо туда там раз да никого не может даже простом споре во первых во первых если человек иначительный это хорошо даже даже для окружающих это хорошо с ним интересно можно о чем-то поговорить например если сейчас у нас имеется виду про гогзу то он может кого-то научить допустим чему-то рассказать это круто мне с такими людьми интересно просто якобы обсирать друг друга не очень хорошо я вам не мама не папа говорили конечно что хорошо что-то плохо но все же мы я просто прошу относиться каждому с уважением я правда вы мне я стараюсь даже много плохого типа исключая много слов и я стараюсь соблюдать спокойствие и чего у вас тоже прошу чтобы вы относились по-хорошему каждому друг другу смотри хапочка плотно а начитан тебе сам интересно го я зачитаюсь ну давайте давайте поделимся кто какую книгу последнюю прочитал я пока вы там будут будете писать я вам тоже расскажу который у меня книга очень сильно вдохновила раз мы говорим про образование значит маленькие прицу интересно я такую не читала я читала последние и который ну нет не последний который вдохновила меня очень интересные это аликрой старьёвщица кто не подслышал про такую на последнюю книжку это граммчик сативы вдохновила на ну что ж кому что каждый читает по своим интересам и что же ты из этой граммчика сативы взял может быть чем-то ты пользуешься по сей день так на теле почитать что такое граммчик сативы раз я пробью вас нафиг какие-то мощные сорта сативы мощные сорта сативы всегда ценились творческими личностями любителями активного отдыха и желающими весело провести вяло протекающие дни наполненные рутины и на однообразие это интересно ох ребятка ребятки ребят маленький принц что за аллегорическая повесть сказка наиболее известное произведение сказка рассказывается маленьком который посещает различные планеты в космосе включая землю сказка детская азбуку подшел за второй класс там наверно красивые картинки ладно ребятки вы тут у нас новенькие в чатике пол за кто-то в чем-то шарит ну расскажи нам молодой на свай где ты выберешь как у тебя как бы кайф дает как тебе вообще как ему относишься вот расскажи поделись своими впечатлениями пожилой пою вам про несчастную любовь только чур не плакать окей следите за собой во втором куплете будет очень грустная лавстория ну а пока припев давайте подпевать и припев сейчас будет девочки хотят медвяков и хоть ты тресни есть и другие песни хотят медвяков без мочуков и хоть ты тресни пакетик носика о беларуси отборный а ты из беларуси да как там было однажды хочу сказать одно дороги его если ты оттуда то скажем типа якобы про вас обобщенно дороги у вас конечно замечательный и познается все сравнение конечно же познается все с россией помню когда мы выехали только вот значит граница беларуси и вот мы едем смоленская область утра рашка да и тут вот как бы вот вы представьте да тут у нас беларусь вот так мы едем и такая дороги хрен короче хреновый вообще от слова заезжаем сразу за границу там нету конечно таможня не было а тут просто чистота все деревья такие красивые дороги без единого камушка в определенных городах дороги нормальные как ты из россии но в каких определенных городах если говорить про москву про питер я конечно там сто лет уже не была в питере вообще не было то окей в москве дороги норм но в каких других определенных городах таких в туле в туле такие же дороги от этих дорог только выходишь на встречку ну чтобы объехать эту пать здоровую яму и создаешь только неблагоприятную езду для остальных конечно что жаловаться можно бесконечно на дураков и дорог нашей россии а кстати заметили за трындец вообще цены цены кошмар вообще на все ну и зарплату конечно тоже повысили теперь у нас минимальная зарплата зарплата не 1000 не 12300 там где-то вот 200 там где-то а две тысячи семьсот где-то там вот ну типа семьсот пятьдесят двенадцать тысяч пятьдесят где-то так армалек да ну ладно так а ты как игры выбираешь я игры выбираю по интересу вообще я сначала моя первая игра значит пройдена это резидент последний седьмой там вроде бы ой блин мэрли мэнсон я кайфовал от этой игры там действительно можно было и стрелять и страшный триндец как и ты еще что-то ищешь головоломки то ой это очень интересно но она моя самая была первая игра и мне было очень тяжело играть вот это играл в all class киберпанка поиграла а звиха писью я поиграла вы хэппи фью я не допрошла ее то что я значит застопорилась на каком-то месте и но мне уже стало несколько такой интересный график конечно классная вот там немножечко про наркоманов как бы если что это слово осуждаю она а красиво очень игра но там есть большой смысл там были значит если выпиваешь таблетку топит розовую таблеточку такую витаминку как то нет называть и у тебя просто прекрасный мир с бабочками а на самом деле этот мир он погряз уже давно давно в грязи вообще в любых смыслах то есть если ты не пьешь эту таблетку по и видишь все что происходит на самом деле а когда выпиваешь таблетку все ты забываешь про все проблемы что у тебя не на есть поэтому надо и бегать я только пока бегаю что-то что-то искала вот конечно мне зашла здесь вот манья вообще в нее я ее как-то нашла хотела во что-то поиграть на компьютере ну что-то ничего не заходило поэтому я такая а что за игра и что за играл надо посмотреть и я засела на нее я сейчас за водичкой и а и и и и и и и и Вовза, скажи, ты здесь? О, самое время фикрить. Я, кстати, сейчас чешу музыку сделаю. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Дочери открытий. Я хотела бы сказать, наверное, сейчас скажу тебе на лайк. Итак, я вот очень много думаю на самом деле насчет проекта для YouTube. Я уже как-то говорила, да, хочу связать YouTube с путешествиями и с работами. Что по звуку? Что по звуку? Раз. Моментик. Вот. И сама я понимаю, что я как бы могу начать этот проект, вот прям начать. И пойти на вахту, как я уже говорила. И начать, начать свою проекцию любой вахты. И показывать, транслировать, конечно же, каждый день свой пройденный день. Рассказывать. И на Twitch канале. И якобы делать полный обзор уже после того, как я пройду вахту. А с другой стороны, я колеблюсь. Сейчас появилась хорошая вакансия здесь у нас в городе. Вот, надо насчет нее еще вот понедельник узнать. Она вот так вот появилась только вчера. А я узнала про ее вчера, только поздно в вечер. И уже идти было поздно. А так как это государственное учреждение, где работают 5-2 и как бы с утра. Поэтому, поэтому я вот колеблюсь. Действительно устроиться, ну, я ищу работу, которая мне будет действительно интересно где-нибудь в офисе. И с интересными людьми. А с другой стороны, можно ничего не искать. Просто якобы и путешествовать, как вот по проекту задумано, да. А если я сейчас буду работать, то я не смогу продвигать свой проект вот в таком плане, в таком ритме. Но есть другая идея, что связанная с историей. Потому что мне очень нравится познавать для себя историю, вообще знания получать. Я вот как-то... Вообще, ютуб это отличная вещь, отличная... Сейчас, я вот так вот сделаю. Источник знаний. Прекраснейший. Опять моя игра тут, играть нервов послушаем. Так вот, значит, ютуб прекрасный источник для знаний, для получения знаний. Там, конечно, много всего всякого говна, но все же. Вот, и... Когда я училась играть на гитаре, мне, конечно же, помог в этом плане ютуб. Очень сильно помог. Только... Ну, сначала у меня, конечно, была там маленькая книжинца, там, где моя первая песня, это... Виктор, свою пачку сигарет. Я сидела, сука, дринькала, 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 дринькала. Вот, но я и додринькала. То есть, я более-менее научилась для себя, как бы, для... Для где-нибудь поиграть в компании. Вот, но в большей степени, конечно, для себя была. И я искала ролики всякие на ютубе, там, а я вбивала... Девочки играют на гитаре. И меня это песец как мотивировало, потому что девочки умеют играть на гитаре. А я что, лысая, что ли? Я тоже буду играть на гитаре, обязательно. Я тоже хочу. Очень мотивировал меня это. И, конечно же, потом, если говорить про грандиозный источник знаний, что я получила с ютуба, да? Это, когда я сдавала ЕГЭТ, это вообще триндец. Ну, и, получается, я же экстерном училась в 11 классе. То есть, я училась на 4 курсе. И я такая думаю, а что бы не поступить в институт бесплатно? Вот. Я заморочусь, я пойду в школу, буду ходить в вечернюю школу. Ну, я же там, якобы, до 9 класса доучилась и пошла в колледж. Вот. И я думаю же, вот надо же подумать дальше образование, куда пойти, да? Надо же получать эту вышку, как твердят постоянно все. Я такая, ля, просто. А вышка, сколько стоит, если ты поступишь не на бюджетную? То есть, это минимум 50 тысяч. Ну, 40. 40 минимум. Ну, это, если говорить здесь по местности, да? Как? Наши города и плюс, как бы, Тула. И смотря какие институты. Поэтому я такая, ля, я просто, я это сделаю. Я просто попробую, чтобы потом мне не было никаких... Я не винила себя, что я не попробовала так. Знаешь, можно копить идеи, да бесконечно так и ни на что и не решиться. И попробовать что-то и убедиться, что это нужно или в обратном. Идеи, конечно, здорово, но без действия они ничего не стоят. Полностью с тобой согласна. Вот сейчас, кстати, к этому я и рассказываю историю. Как раз история про то, что если ты не попробуешь, у тебя есть идея. И обязательно нужно ее реализовывать вообще любыми способами. Я пришла к этой реализации, наверное, со второго раза. Получается, когда я училась на втором курсе, я сдавала ЕГЭ. Ну, как, в долге? Я сначала там отплатил школу, вот этот центр образования. И я не сдала сочинение. И, если честно, да, балды. Это вообще... Я особо тогда не хотела. Это всегда, видимо, тогда мне это особо не нужно было. Вот. А на четвертом курсе я уже целенаправленно. Еще раз думаю попробовать. Не похоро, что будут говорить эти люди. И я ходила в вечернюю школу. И я получила потом, конечно, по итогу этот аттестат за 11 класс, который тоже не нужен. Но я сдала ЕГЭ. Но мне не хотело несколько баллов. Чтобы поступить на заочку бесплатно. Но сейчас, сейчас, я очень рада, что я попробовала. Потому что я бы до этого момента, вот как сейчас и дальше в оставшуюся жизнь, я думала, ля-ля, просто... А если бы... А если бы я попробовала, и у меня бы получилось. А то да, попробовала, и не получилось. Ну, не так, как именно, на самом деле. Вот, поэтому, да. Я полностью с тобой согласна. Нужно обязательно пробовать что-то делать. Есть и куча других. И, кстати, про Ютуб, что говорил, да? Я готовилась к ЕГЭ, решала задачки благодаря Ютубу, ребят. Ютуб. Вечернюю... Ну, вот то, что в школу я ходила, это не полное знание. То есть, я от них не всё получала, не всю информацию. Тем более, по времени, там, сколько там? Час-полтора на одну математику. Для подготовки к, там, решению ЕГЭшных задач. Но этого мало. Поэтому приходилось сидеть и решать, решать. Помимо того, что я ещё как-то писала диплом. Но это как бы, это мелочи. Поэтому, если говорить насчёт идей, даже в любом случае, что у меня осенит такое, что я буду обязательно это пробовать, это будет через месяц-полтора. Сейчас учёба идёт. Пола... Прямо сейчас идёт учёба. И... Да, надо всё продумать, всё продумать. Ого, вай, какая. Привет, привет. Мы тут разговариваем о жизненных целях, планов и... Планах. И о проектах. Как проектах. Кайф, музон. О, да. О, да. Музончик. А потом будет у нас... Леонид Агутин. На сиреневой луне. Я бухгалтер. Ой, здорово. А я... А я безработный. Я хочу устроиться на работу где-нибудь в офисе. Вот ещё. Либо, либо, как я уже сказала, поехать на вахту и пилить контент. Катя-путешественница. Вот у нас Агутин подъехал. Я ещё хотела работать на радио, конечно. Мне застыла и горизонт твоей луны, которой нет. Открыла ночь огромный зон, встречая розовый рассвет. Там на сиреневой луне. Ты так хотела быть одна. Не забывая обо мне. Ты заслепала у окна. Когда устал новый день. Такой же, как и всегда. Ты постыла далеко. Ты забудешь обо мне. На сирене по луне. Может, только на мгновенье. Оставляю для меня. Только тоненькую нить. Только каплю сожаленья. Делаю музыку потише. Читаем чатик. И, конечно же, общаемся. Так, на вахте газ. Просто смесь. Там только комары говорят. Ну, что ж, что ж. Вот сам суть контента и состоит, что хочу создать YouTube канал с определенным контентом, где я буду путешествовать, где я буду работать, где я буду создавать контент. Как бы вот. И там еще, конечно, подкурты всякие. Вот пальцев не хватит. Где я буду потом же изучать. Монтаж видос, фотошоп, бла-бла-бла. Вот сама суть. Это вот такая путешествие и работа. Катька-путешествие. О, кстати, так и назовем. Катька-путешественница. Ну, нет. Надо придумать другое. Вот. Ну, конечно, сначала, как я уже сказала, мы начинаем с вахты. Каждый день на вахте транслирую, как у меня прошел день. Знакомлю вас с ребятами сидевшими, не сидевшими. Вот с такими, вот с такими, вот. Слушай, я работала на вахте, поэтому я знаю, что это такое. Мда. Звучит интересно. Очень интересно. А с другой стороны, работа здесь. И с другой стороны, получается, вот здесь. Вот работа здесь на 15 тысяч рублей. Рублей. Привет. Подписался. Привет. Орлал. И это вот у нас 66 подписчиков, фолловеров. Спасибо, ребятки. Это круто, круто. Я вообще рада. Очень рада. Каждого люблю, ценю. Да, звучит очень интересно. Так, кстати, 15 тысяч, да, уже с тем ушла 15 тысяч. Работа здесь. Но здесь могу вот действительно пилить видос уже в плане такого, что... Как вот это твоя идея была, вот достопримечательности России, там, регионов. Вот, например, у нас есть здесь, что рассказать. Поэтому в Рязань можно поехать, тоже недалеко, там, на Смоленщину поехать. Ой, поймите. Ой, кстати, тут недавно вспомнила. Я же сама со Смоленской области, город Вязьма. Возможно, вы про нее слышали, про этот город, потому что город очень старинный. И 1239 года. Ну, конечно, как бы, у нас многие города старинные, но не в этом суть. А суть в том, что, когда я училась в школе, нам объясняли, что сам Наполеон, короче, когда Наполеон то ли шел обратно, то ли шел к нам, он шел через какую-то определенную смоленскую там дорогу, старая дорога, и мы, и мы, так, вот, Вязинская, получается, область, я там жила, как раз, и говорят, по этой дороге шел Наполеон, и однажды, однажды, Екатерина, там какая-то, кстати, это первая история о том, что Наполеон ходил по этой дороге, но больше я ничего не помню, а вторая история про то, что вроде бы как Екатерина, что песня? Екатерина вторая, либо кто, они специально утопили карету с золотом, утопили карету с золотом в болото, а Смоленская область просто сплошное болото, там, ну, земля такая болотнистая, как это сказать, поспегать правильно, вот, и, естественно, до сих пор это золото якобы никто не нашел, ну, кстати, да, сейчас надо погуглить, как только называется, карета, о, опять же не нашла, Так Ты из Кавказа, золото Наполеона Я с Можайска, знаю По шапке карты, это факт Нашли Нашли? Бля Ты с Можайска? Нифига себе Нифига себе Клёвок Офигеть Я очень рада, когда Находятся вообще земляки Хорошие люди здесь Земляки, хорошие люди И прекрасные друзья Классно, классно, но я хочу сейчас почитать Вот сейчас я нашла ссылочку Значит, сообщество золот Еще одна тайна Смоленщины Золотая карета Наполеона Смоленщина богата тайнами всех времен Вы слышали о золотой карете Наполеона? Среди моих знакомых Есть и кладоискатели, очень взрослые И подготовленные люди, изучающие историю Интересные находки у них есть Тут много букв Так, теперь о тайне Хочу предупредить, что фотография кареты взята для примера Золотая карета Наполеона покоится на дне Сапшо Одном из озер Смоленщины Вот, кстати, да, значит, я Золото по шапке не нашли Поэтому, возможно, есть шанс найти И когда вам это говорили Я такая Я когда вырос, что Я обязательно найду это золото И, кстати, ребята, я про это еще помню, да? Однажды я в детстве Папе обещала купить ему машину Большая такая По типу Джипа Ну, типа, похруч В моей голове было Гелик Вот, типа его Ну, я даже безработный человек А какой Больше не может найти речь Так, ладно 17 августа 2009 год В Тербурге Со смоленскими корнями Хочет найти несметные сокровища Французского императора Путешественника Предпринимателя Это не важно Так, сказки Мне не дает покоя Тайна мисс захождения Клада Наполеона Рожденная С студеным ноябрьским Деньями 2018-2012 года Так О, есть предположение Что в затерявшемся Среди глухих лесов Итопеи Смоленской области Семлевском озере Я там жила Под вязьми Спрятаны Несмысленные сокровища Ребята Так, по треуголке Хочу гулять Вот метун Я не очень понимаю Что за слова Бляху, господи Короче Насколько я знаю Вот Вяземский район Там есть станция Семлево Где я жила И есть просто Деревня Семлево И тут не написано Что это Станция Или деревня Так Деревня Семлево Деревня Семлевская дорога Что я и говорила И расставаться С Настем Наполеон не хотелось Оставался Один выход Спрятать сокровища До лучших времен Где? Не оставлять же золото Золото Бриллианты У старой Смоленской дороги Вот как раз Про эту Смоленскую дорогу Я и говорю Так или иначе Но однажды Ночью императорский Обоз исчез Тогда-то И пошел слух О том Что в качестве Тойника Наполеон Выбрал Семлевское озеро Лежавшее Чуть-чуть В стороне От тракта По которому Отступали французы Сделанный захватчиками Выбор Понятия Беглецы Не располагали Временем На размышления И вести поиски Болепокодящего Так Точно сведения О том Что именно В Семлевском Озере Наполеон Оставил свои Трофеи История До нас не донесла В общем Это все Очень интересно Тут показана Картина Очень красивая Картинка Очень интересная Наполеоновской Кареты Золотой Правда Или миф Мы К сожалению Этого не знаю Ну Якобы Миф Правда Или не прав Так Хочешь на расколки Податься Я Я из Твоего братства Там есть многое Под землей Вполне вероятно Что там Все перекопали Или как минимум Проверили Да Насчет раскопок Сейчас отвечу Позже Я тоже Я про это Думала И тогда Когда нам это Рассказывали Я была Как бы В старшем Классе В боже Тогда еще И Не было Таких Раскопок Вот Но на Сегодняшний день На 21 год Да Скорее всего Уже Давно Все Перекопали Я Как-то Слышала Этот Где-то Наверное Года 3-4 Назад В Смоленске Обнаружили Старую Церковь Стука Посреди Города Вот В середине Почти посередине Где-то В Смоленске Я уже жила Уже на тот момент Уже здесь То есть Смотрела по телевизору Что Нашли Старую Смоленскую Церковь В Смоленске В городе Офигеть А где там Уже построены Рядышком Дома На Магнитажке Так Но Людей Тревожить Плохо Не трогайте Людей Так Или просто Допустили Неточники Графических Координатов Дабы Искатели Приключений Не отвлекали Раскопок Тоже верно В болоте Не пустим Не лезть Я сразу говорю Я очень боюсь болота Мы когда там Жили Я просто Слышала Очень много Случа Когда ходили За этой Красной Ягод Клюква Клюква Очень много Людей Погибало Да и вообще Блин Прям Катастрофическая Боязнь Это Болото Просто Увижу Где-нибудь По телевизору Там Болото Вот В резиновых Сапогах Ходил Ну это так Вот просто Мои Фотографическая Моя фотографическая Память Это вот Все помню Как-то Не Ну я вам Рассказала Как факт Одной из Историй И возможно Мифа И скорее всего Это уже давным-давно Все нашли И если Что-то И искать Возможно Что-то Другое Найти Также Как раз И Война Была То есть Там Там до сих пор Находят Ядерные Снаряды Ядерные Эти Гранаты Находят Еще как-то Дядя находил Гранату В лесу Да Просто Было И прошло Все верно Расчет Раскопок Говза Хочет На раскопки Податься Это тоже Интересно Но и Это тоже Есть И это Мне не особо Так интересно Насколько Хотелось Я Интересовалась Раскопками Буквально Вот Гляд Пять Назад Папа Купила Чисто Для себя Этот Скатер Он там Называется Так Называется Такое Легкое Слово Короче Искатель Монет И всяких Таких Интересностей Я боюсь Чтобы Не Подорвался Никто Да Ну Смотри Он Нашел Эту Гранату Лет Десять Назад Точно Смеща 22 Мне Точно Десять Даже Не Было Там Лет Шесть И Кто-то Там До сих Пор Находит Но Случай Что Кто-то Подорвался Не Был Люди Тоже Не Глуп Должны Под ноги Смотреть Змеи Все Так Я Когда Землянику Собирала Там Под Дорогой Старой Железной Дороги Там Уже Нерабочая Там Сток Земляники Было И Змея Тринтец Просто Я Бежала Оттуда Как будто Я Олимпийц А прикольно По трясине Лазить Трогаешь На этом Мягком Ляющем По ногам На стиле Как будто На батуте Ой Ну ты Вообще Нет Ну Для кого Так Конечно Ну это Страшно Засасел Тебя А потом Как-то Вытащишь Оттуда Главное Не увлекаться Да 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 Поэтому За клюквой Я никогда Ходить не буду И вам Как бы Сел с головой Ну я точно Никогда Не пойду И за мои дети В будущем Скажут Мама Мы за клюквой Я говорю Купите Клюкву Купите Столько Клюквы Поэтому На клюкву На меня Не рассчитывать А еще Кстати Не люблю Козье молоко Я вообще Козье переношу А знаете Почему Потому что Потому что Меня в детстве Мама с папой Кормили Козье молоко Я его Чувствую Даже ясно Капелюшечка Попадет Разбавит Молоко Допустим Разбавит Скорое Молоком Я все равно Почувствую Как-то Однажды Я была в гостях И съела Оладушки А я не знала Что это Козье молоко Из Козье молока Ребят Это Просто Меня Я так Больше Ничего Не люблю Как Козье молоко Вообще Коз У них Какой Специфический Вкус Ну как Вы Относитесь К Козье молоко И вообще К Козам Кто-то же Коз Ну еще Едят Коз Представляете Ну тогда Родители Они Они только Переехали Казахи Получается Вот Они жили На тот момент В небольшой деревне И держали хозяйство Что вы Прокорить Прокормить Прокормить Меня Дочь Маленькую Вот они Держали Коз И Поэтому Я не люблю Коз Толушка Даже Поход Соседний Магазин Может стать Летальным Благодаря Неродимому Дворнику Уроничен Крюши Кирпич Да Да Поэтому лучше сидеть дома Но и дома Тоже не очень таки Безопасно Тоже верно Да Везде Небезопасно Но Даже Говорит Про дорогу Ребят Я же тут до сих пор От права не сдала Три уже попытки было Четвертый Я думаю Будет последний Все потому что Вот вы знаете Вот даже на повороте Да Я Во-первых Я Я понимаю Что на мне Больша Большущая ответственность Из-за тех людей Кто сидит рядом со мной Допустим Это инспектор Это инструктор И я тут такая Во-первых Во-вторых У меня Тикий страх Потому что Триста лет Уже Не водила машину Я боюсь Там ноги Спутаются Либо что-то еще Пешеходы То есть Обращаю на них Внимание Но Из моей Я не знаю Как это назвать Спешки Возможно Хотя еду 20 км в час Что-то боюсь Я на поворотах Я специально Смотрю И направо И налево Все потому что Я не уверена Так же И в других Людях А вдруг Другой человек Не знаю Уснул И он Едет прямо И не по правилам Ну все же Может быть Поэтому А мне еще Инструктор говорит На них типа Не смотри Смотри только Там за собой Ну как На них не смотри В плане Едет по правилам Они знают правила Я такая Надо же убедиться Надо убедиться Что они Точно Едут по правилам Это такая Маленькая Миллисекунда Даже не секунда А миллисекунда Что-то убедился Быстро посмотрел Убедился Ну ладно Секунда Что человек Действительно Какой-то В здравии В здравии И он едет по правилам При каждой ситуации То есть Обращать на все внимание Так же Что у меня Не однозначно Не пробовала Но как-то Раз меня Один козел Пытался боднуть И я его со скалы Скину Ого Ого Так что у меня Неднозначно К ним в отношении Ну что со скалы Конечно Скинуть Это дико Это очень дико Даже не кажется Я бы Не смогла На такое Пойти Чтобы Ого Ну типа Нет Не смогла бы Для меня Это как-то Ну типа Страшно Ты убил Только что Козла Козу Это на ниро Скину Принем Капнула Как Пл***ц Фух It's my life Так, вроде все хорошо Сейчас я на одну Минуточку буквально Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как расстроенная эта гитарка! Так, так, фактически немного меньше Что ты играл на гитаре? Что играть? Тыч, 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 тыч! Ты вот как расставиться, ты не улыбаешься Все, что хочешь, подарю Мне подарок, дари Ух! Может даже было без шпинера Ты вечно клянился сначала Ты вечно клянился Восточные сказки Зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дуг, манишь, Зарешь пальцем с тобой Восточные сказки Может расскажешь мне такая Восточная любовь Ух! Удива Девушка красавица Удива Будешь ты Небо Мы уже У меня есть пять мужей Остановлю пока что эту замечательную песню блестящих на самом деле 100 лет уже я не играла серьезно не 100 лет ну давно чтобы так разыграться бы окей что точно знаю как это голубых берет я не то чтобы служила но это всегда всегда актуально ребятки пойдем на вершину занимает около двух месяцев с акклиматизации установочные с остановкой лагерей потеря массы за восхождение в среднем ого фига себе не к этому конечно обязательно нужно готовятся и морально да обязательно и конечно же физически это сколько нужно же иметь мышечной массы потому что ладно 10-15 килограмм обязательно за 10-15 килограмм ты как бы потеряешь мышечную массу но при этом нужно ее получать потерять меньше меньше чем жира жира нужно потерять больше так чтобы спеть то есть просто пока что вспомним я в последнее время я когда-то давно учила более-менее армейский ну что давайте главы голубые береты а мы береты на лоб надвинем ну-ка что без мат ребятки как бы и 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 не и и и Мы будем водку жрать, мы будем все потому, что там на совесть, совесть наплевать. А где-то в поле, там грохочет... А где-то в поле, там грохочет... А где-то в поле, где хочет пулемет, она... Это не так, я учила, не с такими. Ща, мы сделаем что-нибудь. Чекистов, чекистов. Как, как это поется-то? А где-то в поле, там грохочет... Нет, а где-то в поле, там грохочет... А над нами здесь грохочет... Нет, это не так поется. Так, а где-то... Нет, все так. Мне сначала нужно прослушать песню, чтобы вспомнить, значит, чекистов, да? Голубые билеты... Голубые билеты... Синева, братан... О, дембеля тоже знаем, конечно. Ой, давайте дембеля лучше. Сейчас, сначала прослушали. Это те дембеля. Не те дембеля, которые я знаю. Что у меня с интернетом? Вот кто знает. Сейчас прослушаем. Видео недоступно. Ё-моё. Так. Ого. За народ, стесни. На песне кайф. Мы идем, и мы идем вперед. И с улыбкой веселая. Рассуждается, что там делали все свои люди. Да-да-да. Так. Сейчас. Мне надо как-то хорошо пропеть. Сейчас. А мы поломаем. Где-то в поле. Там грохот. Там грохот. А где-то в поле. Там грохот. Где-то в поле. Там грохот. И здесь кружится и движется вертолет. Элит. А мы по локоть. Да закатаем рукава. Мы Чикаго. Мы будем водку жрать. Мы будем баб. Все потому, что нам на совесть совесть наплевать. Все потому, что нам на совесть совесть наплевать. Я, короче, знаю. Знаю одну песню. Но не чекистов. Роты уж точно. Давайте этот. Шумится сна. Только очень грустно. Я даже как-то плакала. Ну, когда поняла смысл. У меня друзья... Мне 30 лет. У меня друзья там воевали. Ох. Это плохо. Конечно, плохо. Но вообще война это плохо. Я... Не ценитель такой музыки насучила интересно. Я учила эти песни, но он нелегкий. По сути, 4 аккорда. Да и все песни с 4 аккордами. И просто береты, они у каждого на слуху. Я вообще меломан, и я слушаю даже бутырку. Сейчас надо вспомнить. Ну, другая песня. Стоит сосна. Парнишка с девушкой идут, они идут. Не замедляя быстрый шаг. И вдруг у него блеснук. Престите меня, пожалуйста. Пизде все переделанное. Я не... Сейчас сначала текст прочитаю, да? Шумится ставься, это верно. А вот, девчонки... Вот, вот, что мне надо. Заново, заново. Так. Надо еще будем проспеться. Парнишка с девушкой. Блеснули слезы на глазах. Я ухожу. Сказал парнишка. Есть пусть грусть, ты только жди. Я обязательно вернусь. И он ушел. И, встретив первую весну, домой пришел В солдатском цинковом гробу. Рыдает мать. И словно тень стоит отец. Для них он был. Для них он был. Еще юнец. А сколько тех, Кто сделал жизни Первый шаг домой пришли Солдатских цинковых гробах. О, в общем, она чувствует очень грустная. Поэтому я уже Грустную шуту навела. Поэтому давайте не будем. Опять. Спасибо вам. Да. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Нам. Не будем. Не будем. Ну. Я пыталась что-то сочинить. Когда там. Даже свои песни были. Сейчас. Песню Кошки Сашки. Война. Кошки Сашки. Война, знаешь? Я знаю. Война. Бесконечная стрельба. Ну, фактор 2. Кошки Сашки. Не знаю. Не покажь, пусть с тобой вместе. Если честно, я в тебе зависну. Не покажь, пусть с тобой вместе. К сожалению, мы не вместе. Затваненные мысли не дают покоя. Живут только тобой. Живут только мечтой. Мимолеты доживут и помнят о нас. А мне покайфу с тобой вместе. Если честно, я в тебе зависну. А мне покайфу с тобой вместе. К сожалению, мы не вместе. И это, кстати, вот это сейчас только что спела. Это мои сочиненные в 14 лет. 15-14 лет. Я, короче, сидела и такая песня. А мне покайфу. Вот это вот всё. И знаете, я написала песни, конечно же, знаете, можно предположить, в туалете. Акуссия прекраснейшая. Вот до сих пор. Обожаю всё делать в туалете. Ну, как прям. Муза приходит. А она приходит ко мне очень последнее время. Редко. После 2 года. И она, конечно же, Вот это вот всё. Ладно, на самом деле, штучки-строчки приходят от какой-то одной строчки. Потом уже что-то и доделывается. А теперь с 15 лет я ещё была такая... Вот мне нравился один мальчик. Мы с ним познакомились в маршрутке. Он такой классный. И я тоже как-то представляю, что мы с ним будем вместе. Вот это всё. Мне покайфу тут. Короче, он понимается, да? Вот. Да. Приветики. Я в стриме. Хочешь, заходи. Будем песни петь. Ну, капец ты. До сих пор кастрюлю не нашла. Капец. Слушай, ну давай тогда на связи, окей? Я... Или бы заходи. Ага. Давай. Заряжай свои голоса. Ну, слушай, я... Если ты мне можешь не поверить, но я реально... Я сейчас... Я даже не вспомнила свой второй куплет. То есть я что? Первый куплет с припевом я спела. Как бы на этом всё. Вот сейчас я ищу видос. Видос. Чтобы вспомнить. Вот у меня есть записанные песни на видео. Где-то в ВКонтакте. ВКонтакте. Так, это всё не то. Где-то всё не то. И это всё. Где мои видосы? Это мои трансляции. Мои видео. Вот видео какого. Так, я сейчас чисто... Ну, вы тоже это всё услышите. И... О, господи, господи. Я... Надо сейчас попробовать как-то вставить, чтобы вы увидели это всё. Ой, а вы сейчас такое увидите? Господи! Сейчас я только... Главное, это надо сделать. Так, мне нужен захват экрана. Нет. Что, как мне это сделать? Ну, ладно, давайте я сделаю захват экрана. Чтоб всё вы смогли увидеть. Пока что гитару я оставляю, но включу вам свои песенки. Сейчас взорву, у меня там вроде... Ничего такого плохого. Да, ничего плохого-то. Крутый и не может быть. Так. Вы меня увидите, так? Нет, не увидите. А как мне сделать туда? Нет, это хрень. Сейчас, я сначала включу музыку, чтобы не было так вам скучно. И я вам обязательно покажу старый, старый... Покажи пяточку, закинь на... Покажи пяточку. Закину на кресло. Ну, ладно, это слишком интимно, пяточку. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот могу. Нет. Не покажу пяточку. Так ты не увидишь. Так, приятно познакомиться. Трил... Тритабл. Кстати, кстати. Я сегодня пока... Сейчас музыку включу. И сегодня я впервые сделала рекламу. О, Марли Мэнсона. Я впервые сделала рекламу с Алиэкспресс. То есть, теперь люди, вы можете заказ... Проводить заказы, значит, что вы хотите на Алиэкспресс. Через мой промокод. И... 250 рублей у вас будет, так сказать, элский дусик. Прикольно, да? Я никогда такого интенсивна. Вот сегодня я сделала перед скимом. Не знаю, как это будет работать. Но сам факт того, что... С почином меня, да, впервые. Это... Это есть. Так, значит, я делаю браузер. Захват браузера. И... Хочу... Хочу показать, что... Хочу вам показать свои видосы. Так, ну как он будет, видим, нет? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Моя игра, моя игра, Она мне принадлежит И таким же, как и я И так, не могу показать. Так, ну что ж, делаю захват экрана. Я забыл, как играть, все нормально. Просто стало, что темно. На юге стало голода, на севере тепло. А то, что я победил, хоть и пресса, на тебя. А то, что только кто, который смотрит на меня. Я много раз развивался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. Я верю людям, да, которые верить не взят. Они пользовались сети, но поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. О, все, я разобралась. Было слишком просто. И таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Вот, я буду вот так сидеть, значит. Ну что ж, поехали. Я вырубаю, вырубаю музон. Видосы. Очень важно, очень важно. Значит, мексиканское. Вот это вот я, 0,59. Мне тут лет так сейчас, наверное, 14. Мы просто гуляли с девчонками. Я тут играю очень плохо. Очень плохо. Я тогда только научилась, вообще села за гитару. Узнала, что такое гитара. Сейчас я услышу. А, вы же не видите даже. Да, я тебя услышу. А, хорошо. Угу. Сейчас увидите. Мне самое страшное, я... Это вот я, это вот я. Вы можете меня увидеть, узнать меня в почелке. Она у меня всегда всегда длинная. Я это вот я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 афигеть афигеть просто я не смотрела эти видосы вообще солят как я в общем придирчиво к себе очень сильно очень сильно поэтому я как выиграла я спела я не понравилась после них рена опять никогда не будешь уже не выиграла господи на сцене звезда мирового масштаба помидоров не видно значит всем нравится да ой мне значит сколько в девятаты это верно было до 300 лет уже и на сцене год назад играла ой может быть сейчас даже на еду хотя может и нет короче вообще ну я даже не помню эту песню то есть я хорошо что есть видосы потому что я сразу вспомню как она играется и запишу слова я сразу написала все надо петь и надо показать и вот сейчас значит это записанная уже где-то я тоже даже я на этот опять же по кайфу но так себе и не распетая ничего 3 инди отсюда грузит плохо спасибо гомза спасибо господи я стесняю даже слушать все свои видосы у меня пока я не могу с тобой вместе и если честно я в тебе записну у меня пока я не могу с тобой вместе но сожрений мы не вместе признаюсь у меня пока я не могу с тобой вместе и если честно я в тебе записну у меня пока я не могу с тобой вместе я тут тоже еще не раскрепощенная вот это все я тут тоже еще не раскрепощенная вот это все Вот эту вот песню я написала в 14-15 лет Вот как раз я там Я что-то меняла, слова Ты прекрасна, а мне по кайфу с тобой вместе И если честно, я в тебе зависла Я по кайфу с тобой вместе Но, к сожалению, ты не вместе А мне по кайфу с тобой вместе И если честно, я в тебе зависла А мне по кайфу с тобой вместе Но, к сожалению, ты не вместе Моя, вообще капец. Вот это да, вот это да. Это тоже ты, ё-моё. Акустика помещений, конечно, не очень, да, да. Акустика, много где акустика не очень хороша, но надо пользоваться моментом было и где-то там сыграть в красивом каком-нибудь помещении. Блин, но сам факт того, что хотя бы я... Можно дополнить, дальше играть на гитаре, неплохо всё-таки получается писать песни. Так, что-то у меня из Rising Star, это конкурс, только я даже не знаю, что, вот две минуты идёт. Ой, опять я выступаю где-то. Что за песня? Ну, мы эту песню слышали, короче, ладно, идём дальше. О, у меня есть военная песня, военная песня. Я тоже, когда муза на меня нахлынула, ну, тоже там про историю, про войну, поэтому я написала свою песню военной тематики. Это я выступаю в своём колледже. Надеюсь, будет слышно. Грустно. Давайте задом. Когда ветер уносит два издатла, ты не забудешь. О, когда мама молодой, отец, пишет письмо своей семье на войне о том, что всё хорошо. Кипец. У меня уж мурашки. Он погибает, спасает других. Как же теперь Дочке сказать Вот, я сейчас заплачу. А мне плачь, родная Я буду Твоей стеной, ты знай я Люблю тебя Плачь, жена моя Я буду Твоей стеной, ты знай я Тут я спуталась Господи Молодой отец У неё теперь Новый папа заботится о ней Воспитывает как надо Но всё равно Киснится отец Не плачь, родная Не плачь, родная Я буду Твоей стеной, ты знай я Люблю тебя Не плачь, жена моя Я буду Твоей стеной, ты знай я Всегда 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 С тобой Пролетают Года А ветер уносит Не плачь Не плачь Наблюдать Моя Урок Тверка Все Девочки С гитарой Вы видите Когда Вот 8 лет назад 8 лет назад Я этим интересовалась Я научилась Считай Как играть На гитаре И вот оно Смотрела Мне ещё нравилось Про любовь Кузя с Аллой пели Тоже Я искала аккорды Искала аккорды Потому что И короче Не было на тот момент В этом В гугле Я смотрела Какие аккорды Зажимает Кузя И пыталась Пыталась понять Какие там аккорды Короче Это трындец Я честно Я в шоке Это круто Видос тоже Хотела показать Все Транслирую Транслирую Где-то Он был Здесь А Нашла Нашла Во Если вы ещё здесь То это видео Вам сегодня Последнее Моё И хорошего дня Значит Реклама На ТНТ Ну чё ты не грузишь А вот чё ты не грузишь Долго Долго Нет это не то Это мы смотрели Грузись Что-то не грузит Почему-то Классное видео Ну такое Десяти секундное Двенадцати секундное Но прикольное Вот Это я постригла волосы Дурочка Почувствуй нашу любовь И смотри новый комедий клаб на ТНТ Ещё раз Плю Мне очень нравится этот Сковородский Или как его там Скворечник Почувствуй нашу любовь И смотри новый комедий клаб на ТНТ Всем прекрасного вечера вам ребята И смотрите Смотрите что Почувствуй нашу любовь И смотри новый комедий клаб на ТНТ Прекрасно Прекрасно Катюха талант Просто Вот А по факту Что у меня тут больше Катика поёт Это всё вам показала Такий лайфхак В лайфхаке Марафон строен из стен с Катей Спроси меня как похоже Ой Что-то даже без стати снимала Ой Видите Давно Я это не смотрела Как раз вот год назад Год назад полтора Был корпоратив Что за корпоратив Пошли Отпелись Чё Ну наверное Я его не могу Ну я её Л Ecco Низбеж Их Низбеж Не Низбеж Т gep 900 как мы это включаем, давайте посмотрим, что у нас здесь не очень интересно так вот, а дальше у меня, конечно же, пошли мои трансляции которые я админирую так же и навыка загруженный, загруженный, загруженный ну вот все, что я вам показал очень интересная и бурная жизнь, на самом-то деле сейчас, сейчас или ты-ты-ты где у нас тут захват видоса убрать не то упала ух вот рассказала вам всю свою жизнь ну почти все, конечно же у меня интернет опять начало выеживать жаль под вечер что-то совершенно безобразно работает у меня вот сейчас тоже вот я говорю, видос-то еле грузили а ты видел, где я пела песню военную? очень-очень интересно если в нее прям слушаться, она прям там смысл есть вот все, я не знаю, как меня что мной двигало, когда я ее сочинила ну конечно же до работы там музыкально у меня нет никакого музыкального образования это все чисто ютубчики, да? как бы сижу брыненькую а, о-о-о, вот это в лесу родилась овочка от этого начинала и вот все раньше я вообще не знала, что действительно надо в ноты попадать представляете, вот для меня это как-то типа я умею открывать рот оп вот, значит мы с вами сегодня два часа два часа чисто вообще ляляки и я даже сегодня особо не поиграла мотыкала в один раз пять раз, пять разов в игрушки в детройте и все ну, кстати, классно провели вечер, день спасибо тебе за ролики было познавательно только как-то вот так получилось, что ты ушла с большой сцены а я не была на большой сцене на самом деле во-первых, карантин повлиял на себя ну, прям серьезно было год назад в последний раз я не показала ролики с тех моментов когда я играла в рок-н-ролле это бар такой у нас на московске там приезжают всякие концерты здесь устраивают небольшое такое помещение, здание вот и там проводятся проводились творческие вечера я там также играла получается, можно там бесплатно себя показать тебе за деньги не плачь, а ты как бы не плачь типа творческий такой вот вечерочек вот, было клево на самом деле там можно даже было стендап там рассказывать свой ну, в общем, все что ты умеешь сделать ты можешь хоть стихи читать, хоть что не скромничай ну, я не скромничаю, я просто ну, я честна на самом-то деле то есть, я пыталась участвовать в конкурсах в наших вот тут местных то, что я показала вот Райзинг Старт там что музыкальное было связано, я не помню уже что ну, Райзинг Старт вроде конкурс назывался я не заняла там никакое место вот, у меня я не то, чтобы это разочаровало, нет нет, я такая, ну и хуй с ним, типа того а потом участвовала, когда я в Мисс Новомосковский участвовала здесь и я готова я рвалась вот, выиграть творческий номер, мать ваша, понимаете хотела выиграть творческий номер вот прям по творческому номеру хотела выиграть мне не важно, был чётел Мисс Новомосковский мне нужно творческий и знаете что, я не выиграла опять же, со своей песней, на гитаре я не выиграла ну и хуй с ним, типа того можно сказать но меня то тоже, кстати, не разочаровала но все же свои люди ценятся выше мне как кажется ну типа, кто больше возможно участвует, кто как-то возможно через как-то знакомую что Райзинг Стар что не буду надо говорить, что надо больше стараться себе говорить потому что виноватых нет и права что с того, если бы я победила возможно была бы больше уверенности потом я не стала больше там никаких этих конкурсах участвовать я просто играла в библиотеке у нас здесь большая хорошая библиотека также проводят творческие вечера и вот в рок-баре там вообще классные дядьки, ребятки бухают, конечно, по-черному ну я же не бухаю я песенки пою ой, как самое классное было когда там барабанщик у нас там в местной группе как классная группа он барабанщик ну такие бары часто посещают игру а давай барабаны свободные давай мы еще олимбискет с тобой сейчас Behan Blue Eyes сыграем я как раз с этой песней была подготовлена вот и он играл на барабанах у меня, к сожалению, сейчас на компе нет этого видеоролика но обязательно я загружу где-то найду он где-то возможно у меня на компе только далеко вот и покажу уже в следующий раз вот и было классно, что я никогда никогда не играла чтобы кто-то играл на барабанах а я на гитаре и как бы пела то есть это был такой опыт без каких-либо наработок то есть взять и наиграть ну он барабанщик он умеет подстраиваться да и я тоже как-то слух присутствует чутка поэтому было клево вот прям классные воспоминания еще классно когда я там пела батарейку жуки все весь зал подпевает ну это конечно клево когда действительно зал знает эту песню знает подпевает да что ты херово поешь не важно давай петь вот а чтобы петь конечно же на больших сценах это нужно развиваться в плане музыки а у меня уже особо к сожалению нет такой воодушевленности наверное к музыке ну где почти потерялась как-то я забилась в себе сейчас не мини сейчас не беру гитару и нет какой-то важности вообще что я хочу играть на гитаре я научилась для меня это была цель научиться что-то поиграть что-то по 5 а сейчас я я как-то как-то нет мне хочется чего-то другого надо на море съездить блядь просто никогда не была на море я просто муж слышит наверное да ну ладно надо просто типа отдохнуть у тебя есть будущее проявить себя в качестве репортеры и сорвать премию в лице ты думаешь репортер у меня в крови я постараюсь попробовать в этой жизни все начнем с вахты ой ладно спасибо голза спасибо всем кто смотрит меня кто общается мне с вами приятно общаться и надеюсь я стараюсь чтобы вам было самое приятно общаться поэтому всем спасибо всем добрые ночи все было круто я про вспомнила свою жизнь еще лет восемь назад семь и мне было хорошо надеюсь у вас вам тоже было хорошо все доброй ночи тоже спокойной ночи ты меня тут смотришь пишешь все всем мурмур пока-пока до новых встреч субтитры